Футбол вернулся. Во дворце спорта «Триумф» в рамках Лиги чемпионов по мини-футболу клуб «Газпром Югра» принимал «Витис» из Литвы. Победа в одноматчевом противостоянии гарантировала выход в финальную стадию. На игру с литовским «Витисом» подопечные Владимира Колесникова вышли с четкой установкой – не давать сопернику шансов даже на малейшую атаку. Задача выполнена. Югорские футболисты заперли своих визави на чужой половине поля. И все же шанс у гостей был. В середине первого периода в ворота югорчан судья назначил пенальти. Не забиваешь ты, забивают тебе. Этот принцип сработал и в этот раз. Спустя 14 минут после стартового свистка югорская дружина повела в счете. К перерыву счет на табло был уже 2-0 в пользу хозяев площадки. На 18-й минуте гол забил Александр Пирогов, который еще недавно выступал за дубль. Ребята собрались. Сначала года было тяжело. Мы прям так вступали в игру медленно. Но сейчас я смотрю, что молодежь не уступает. Александр Виноградов растет на глазах. Пирогов, Панкратов. Молодым его уже назвать. Просто действительно такое уважение к ребятам, что это прогресс. На игре были болельщики литовского клуба. Для их команды это первый турнир подобного уровня. Уровень югры, конечно, повыше. Это абсолютно объективно. Просто не хватило мастерства, не хватило, конечно, техники. Литовские футболисты все-таки уступают югре в принципе. Итоговый счет 3-0 в пользу «Газпром-югра». У них есть все шансы повторить успех 2016 года и завоевать Кубок Лиги чемпионов УЕФА. Финальная стадия турнира начнется 28 апреля в Минске. Григорий Ворованин, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.